39-летняя женщина из Кентау и 58-летний мужчина из Казыгурского района попали в больницу в крайне тяжелом состоянии. Спасти их было уже невозможно. В обоих случаях пострадавшие поздно обратились за помощью к специалистам. В текущем году эпидемиологическая ситуация по бешенству остается напряженной. Среди жителей области в городе Кентау и Казыгурском районе зарегистрировано два случая заболевания бешенством, в результате чего больные умерли. В случае в зарегистрированном городе Кентау пострадавшая была укушена неизвестной собакой, а в Казыгурском районе своей собакой. Однако в связи с тем, что больные не обращались за медицинской помощью, смертельные случаи предупредить не удалось. В очагах бешенства были проведены противопедемические мероприятия. Ежедневно в Шымкенский центр амбулаторной хирургии и травматологии с жалобами на укусы животных обращаются более 20 человек. Обострение эпидемической ситуации специалисты связывают с огромным количеством зараженных животных. Из исследованных на бешенство 194 проб патологического материала в 12 случаях был получен положительный результат. В Сарагашском районе собака одна, шакал один. В Казгурском районе КРС один, собака одна. В Энбекшинском районе города Шымкент собака две. В Отражском, Сайрамском, Тулебийском районах и в городе Кентау, Туркестан собак по одному. В Ордобасинском районе кошек одна. Специалисты в который раз предупреждают, избежать летальных случаев можно. Бешенство не приговор. Все, что для этого надо, немедленно обратиться к врачу. Дожидаться первых признаков заболевания категорически нельзя. Дело в том, что инкубационный период может длиться в среднем от 10 дней до одного года. Человек в тот же момент, как повреждается или получает травму от животных, в тот же момент надо делать вакцинацию противобесенства. А если когда выявляются первые симптомы болезни бешенства, уже эта вакцина не помогает. Всего с начала года жалобами на укусы животных в Шемкентский центр амбулаторной хирургии и травматологии обратились 600 человек. Все они успели обратиться к врачам вовремя. К слову, в прошлом году специалисты ЦАХа сделали вакцину более 16 тысяч раз. Ксения Полениц, Эльдар Жунусканов, Константин Гавшев, информационная служба, телекомпания «Отрар».